Ребят, всем привет! Я решил поговорить как раз-таки о некоторых фишках, о которых забывают трейдеры, и про которые не знают новички в трейде. Собственно говоря, начнем, наверное, с Трайскенса, да? На Трайскенсе есть также еще, кроме самой таблицы, где показаны все цены, вещей, на различных сайтах, можно как раз-таки зайти в саму базу цен, и вбить туда ту вещь, которая вам интересна, и вам покажет как раз-таки цену этой вещи на всех сайтах, которые сканируют эта таблица. Это весьма удобно, особенно, когда вещь попала в версток на том сайте, куда вы хотели ее закинуть изначально, что как раз-таки дает вам дополнительную возможность найти сайт, куда можно закинуть так же выгодно эту вещь, и не потерять процентность комиссии, потому что вы уже эту вещь взяли, получается, с одного сайта на другой. Но, к сожалению, оверсток вам все испортил. Ну, а дальше есть еще одна вкладка, кроме базы цен, есть еще также база наклеек, да, можно там поискать на некоторых сайтах интересные наклейки, которые вам нужны для выгодного обмена, например, на сайт КСМАНИ, или как-то иначе. Ну, в общем, там, конечно, не все стикеры ищутся, там есть ошибки определенные, но, тем не менее, можно иногда выловить какие-то хорошие вещи. Лично я вылавливал аук с катавицей на треске инфасте с помощью, получается, этой вкладки, с хорошей катавицей, и успешно перепродал его на КСМАНИ, этот аук. Я думаю, те, кто следит за, получается, за моей группой, это все видели. И, наверное, хочется сказать о вкладке, получается, базы флотов. Я ей пользуюсь, когда мне нужно выгодно вывести вещи, допустим, с лотфарма, на КСМАНИ, потому что на лотфарме очень сильно завышают цены, и очень сложно найти какие-то выгодные вещи под КСМАНИ, которые еще не упадут в оверсток на сайте на КСМАНИ, и не сильно меняются в цене. Как раз таким база флотов меня спасает, я включаю на КСМАНИ, получается список по самым лучшим флотам. Смотрю, за какой скин сколько переплачивают, и примерно за какой флот на этом скине. И, получается, такие скины ищу на сайтах, на лотфарме, на свапе, ну и на других сайтах, которые доступны, получается, для поиска по флотам на Трайскинсе. Весьма выгодно перевожу вещи, например, я могу взять спокойно Дигл Гипноз, и если он на КСМАНИ принимается в районе 10-12 долларов, мне спокойно КСМАНИ докидывает еще почти 2 доллара за него. Можно выставить за свою цену этот Дигл, подождать, когда его купят, посмотреть на конкурентов, посмотреть на конкурентов, и уже как раз таки от них отталкиваясь, ставить свою цену. Но придется тогда подождать, но тем не менее, может быть, вы еще сверху 5% дополнительно заработаете из такого, грубо говоря, Дигла, да? Ну, это все как премьеры. У меня по флотам пока что все радует. Выгодные вещи я могу выводить с Лутфарма под КСМАНИ. Да, приходится ждать по 2 недели в среднем, но оно того стоит. Выгодный перевод, дополнительный процент профита, что меня действительно радует в этом плане. Меня спрашивали про черный список, получается, на табличках. На Трайскинсе, я думаю, все понимают, да, все видят, что есть, получается, напротив каждого, напротив каждой вещи можно, получается, навестись на название вещи, грубо говоря, и там появится крестик рядом с ней. Нажимаете на этот крестик и вещь попадает черный список. Это что касается Трайскинса. Черный список, я думаю, вы сможете тоже найти, так что это все не проблема. Дальше, наверное, хотелось бы поговорить как раз-таки о черном списке трейдбека. Я сам до конца, получается, это вчера, до вчерашнего дня не понимал, где находится черный список. Ну, грубо говоря, до вчерашнего дня я не знал, где находится черный список на трейдбеке. Я совсем забыл про него, он, видимо, как-то изменился со временем, способ добавления вещи в черный список на трейдбеке. Но недавно, спасибо подписчикам, подсказали, где находится он, как его найти. Нажимаете, получается, на число, на сумму, которая равна эта вещь на сайте. Нажимаете правой кнопкой мыши и можете, получается, занести эту вещь, черный список, либо на определенное время, либо навсегда. Ну и, получается, справа наверху есть черный сам список, где можно все это успешно редактировать. Давайте продолжим. И, наверное, я хотел бы поговорить о стикерах. Собственно, говоря о том, как лично у меня, получается, перепродавать стикеры, насколько это успешно у меня выходит. И, наверное, как раз-таки начнем с того, как именно я пытаюсь оценить правильно стикеры, чтобы успешно перепродать скин как раз-таки с ними. У каждого свой к этому подход. Я знаю, что ребята очень большую наценку ставят на такие скины со стикерами. Я говорю о стикерах, которые хорошо ценятся. Это Катовицы 2014 года и различные другие стикеры, которые стоят дороже 1000 рублей и так далее. Получается, я лично делаю наценку в среднем 3%, бывает 5% на скин со стикером. Ну, там очень много нюансов, на самом деле, типа от расположения все зависит от стикера на скине. То есть, если он на видном месте во время игры, то такой скин больше ценится. Ну и также мне хочется поговорить о сайте, на котором я смотрю потертость стикеров. Если, допустим, предмет находится, получается, вне стима, а на каком-то обменнике. Я просто, наверное, копирую адрес ссылки на эту вещь для просмотра в контре. То есть, на CS Money это один способ просмотра в игре, на лотфарме другой способ. Но так или иначе, я достаю ссылку на эту вещь для просмотра в игре, оставляю, получается, эту ссылку на сайте CS GO Exchange и смотрю потертость стикеров на этом предмете, не открывая при этом кс-ку. Это весьма удобно не только для тех, у кого слабый компьютер, но и для тех, кто не хочет тратить дополнительное время на просмотр вещи в самой игре. И если не уверен, то что она не потертая даже хотя бы на 10%. Это весьма помогает и как бы небольшой такой бонус для сокращения времени проверки вещей на потертость стикеров на них. Ну, как я уже сказал, получается, я прошу переплату в среднем 3% за стикер, бывает 5%, если совсем уж жадный я, получается, на этот скин, то прошу 10% за стикер на этом предмете. Бывает иногда такое, что находятся 4 одинаковых стикера на скине, да, все они дорогие. За такой скин можно просить на оценку сверху в районе 70-50% от стоимости одного стикера. Кто-то бывает жадный, просит стоимость одного стикера на оценку, а кто-то бывает даже просит на оценку в 2 стикера на этом скине. Но такое редко встречается, но тем не менее такое тоже бывает и такие скины тоже бывают иногда покупают. Но это большая редкость и я такое редко встречаю, когда действительно за такое готовы переплатить такие суммы. А это что касается, получается, стикеров. Там, на самом деле, много нюансов, но у меня в среднем получается перепродавать скины со стикерами вот с такими вот наценками. Я могу сказать, что не все скины хорошо уходят, бывает, я совершаю ошибки и бывает, иногда даже приходится очень долго ждать. И так или иначе приходится корректировать цены, если ты понимаешь, что этот скин так и не уходит по той цене, по которой тебе хотелось бы. Бывает такое, что на КС Майде долго скин продается, я вывожу его под стим, и он в стиме за пару дней продается даже по более сладкой цене, чем мне хотелось бы. Так что берите это на заметку. Это все, что я хотел сказать о переплате за стикеры. Это лично мои знания, у каждого к этому свой подход, но тут сугубо высказался, получается, я свое мнение, анализируя ту ситуацию, которая у меня выходит со стикерами за последние пару месяцев. Я в этом не спец, могу сразу сказать, поэтому просто сугубо мое мнение. Друзья, что касается трейда, если у вас небольшие деньги, не относитесь к трейду как к своему основному заработку, ищите нормальную работу, закончите хорошо учебу, поступите на вышку и так далее, и тому подобное, но берите трейд как свое небольшое какое-то дополнительное хобби, которое приносит вам небольшие приятные какие-то бонусы в виде дополнительных финансовых заработков. Ну и, наверное, хотелось бы добавить не играть в азартные игры. Рулетки это зло, сайты с открытием кейсов это зло, и вообще контролируйте ваш азарт, пожалуйста. Это ни к чему хорошему не приводит. Легких денег не бывает, к сожалению, вы, скорее всего, про все проиграете, чем что-то на этом заработаете. Ну, это так, мое просто-напросто предупреждение для вас. И в качестве примера я могу как раз-таки привести себя. Так что, друзья, не надо, просто не надо не играть на рулетках. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok